Добрый вечер дорогие телезрители! Добрый вечер дорогие телезрители государственной автоинспекции и автолюбителей. Дело в том, что в середине и в конце октября и в начале ноября вступили в силу изменения в тех или иных аспектах урегулирования дорожного движения, о которых мы бы хотели сегодня поговорить. Мы начинаем. Добрый вечер. Один из. Андрей как подкованный автолюбитель знает, что прохождение круговой развязки вызывает у многих вопросы. И дело в том, что с 1 ноября, я не ошибаюсь, поправьте меня товарищ офицер, с 1 ноября унифицированы правила проезда по кругу по всей России. То есть был момент такой, что в каждом чуть ли не муниципалитете, в каждом субъекте были свои правила проезда от круговой развязки. Так ли это или нет, наверное, товарищ Осипов? Давайте я, наверное, по организации. Добрый вечер, уважаемые телезрители. Да, вступил, подписан закон, вернее, постановление по обнесению правила дорожного движения, проезда кругового движения, где водители, то бишь транспортные средства, которые находятся непосредственно на круге, имеют преимущество. То бишь водители, которые с прилегающих территорий дорог будут заезжать туда, они должны уступить дорогу. В нашем городе 6 круговых движений, вы все их прекрасно знаете. И в свое время, когда реконструкция была, когда был проект реконструкции, изначально было заложено по техническим средствам, что круг – это главная дорога. У нас нет в городе Якутске, а также в нашей республике, где круг правила правой руки существовало, это было раньше, сейчас такого нет. Но сейчас по Российской Федерации это уже будет норма, и кто будет выезжать в другой регион, то бишь… И не столкнется ни с какими проблемами. Не столкнется, да, допустим, с такими, с правилом правой руки, скажем. То есть, а в других регионах, возможно, такое было, да, то, что… Такое было, да, конечно, это было, особенно в больших городах, допустим, как Москва, Питер или Новосибирск, это было такое. То есть, у нас изначально все круговые, скажем так, развязки, они были сконструированы таким образом, что нам не нужно, нашим автолюбителям не нужно. То есть, приоритет… Нашего региона, да. Слава тебе, Господи, а то хотя бы одним головняком меньше в плане того, что не нужно будет заново что-то в голову бивать и так далее, и так далее. Ну, я считаю, это логично абсолютно, да, я хотел бы вспомнить, как Лев Владимирович Ерубинович на ИКТ показывал, как правильно проезжать круг. Кстати, у многих автолюбителей тогда возникли опять же вопросы. Был такой момент, да, и дебатов, и в интернете везде обсуждается, как проезжать правильно, ну, круг, скажем. Ну, круг – это тоже дорога, его просто надо, то бишь, перекресток его просто надо развернуть, то бишь, сделать обычным перекрестком. То бишь, когда мы выезжаем на круг, мы включаем, что правый поворот, и выезжаем, то бишь, на крайнюю правую, потом перестраиваемся и так далее. На крайнюю правую. Ага. У меня в социальных сетях звучат мнения, нужно подвергнуть химической кастрации тех, которые выезжают из круга с внутренней полосы. Максим, может, подтвердит, если читал мою ленту, но такое мнение есть. У вас, Дмитрий Жожевец, чем, оказывается, в ГАИГО? Чем эти БДД, да? Да, мы мягкие, оказывается. Вы только узнали. Только узнали. Нет, ну... Здесь можно я добавлю немножко, да? Действительно, вопрос-то возник в чем? В общем, правые аспекты здесь задеты были в каком смысле? Россияне же стали много выезжать за пределы Российской Федерации, европейской. Так это же европейский образ, будем говорить, вот этого движения по кругу. То есть мы взяли оттуда. То есть мы с ними стали одинаково. Почему? Потому что когда выезжали за пределы, там именно была единая система вот этого круга. Круг это главная дорога, и поэтому наши соотечественники, они заезжали, не знали, там терялись в этой ситуации. И поэтому здесь было принято решение вот именно прийти к единому формату Европа, Россия, ну, чтобы все было как положено. И действительно, это в Якутии мы все эти, которые знаем с вами, круговые движения, эти перекрестки, они сразу шли по европейскому стандарту, и нам было легко ориентироваться. Это вопрос ни одного дня. Да, и переходить даже никуда не надо было, заметили, да? Ну, я и говорю, из трех, скажем так, нововведений, один, значит, вычеркиваем. Или у вас есть отдельные какие-то мнения по вопросам проезда круга? Все правильно, только единственное, надо учесть нюанс, что там три полосы, въезжающих на круг, и, собственно говоря, водители могут занять любую полосу из этих трех. Вот, но предписывают как бы держаться с крайней правой стороны, с правым поворотком, а потом уже перестраиваться на остальные полосы. Но это сделать довольно непросто, даже в нашей, в якутской ситуации, в городе Якутске. А в Москве бывает 16 полос, лично сам заезжал в такой круг, ну как можно на крайней правой полосу пробовать? Вот здесь разговор идет о чем, можно перебью, да? Добавлю, будем так говорить. Не сам въезд, сами правила дорожного движения. Тут надо трактовать, в чем смысл сложности с круговым движением. Это въезд и выезд. На самом, когда в круге вы заезжаете, там вопросов нет, двигаемся по полосам, как бы можно по кругу весь день крутиться, правильно? И никто ничего не скажет. Здесь ситуация какая? Начинаются вопросы у водителей, во-первых, как въехать правильно и как выехать. Соответственно, правила дорожного движения, наши правила дорожного движения трактуют следующим образом. Мы заезжаем с вами на круг с любой полосы. Понимаете, в чем дело? С любой. Разговор идет о выезде, потому что мы должны с вами, да, правила дорожного движения так и трактуют. Тогда мы включаем правый поворот, заезжай, потом сразу же левый поворот перестраиваясь. А вот там уже вам нужно выбирать, в каком вы направлении дальше будете продолжать движение. Или же мы все-таки идем по кругу и крутимся, или же мы проезжаем следующее пересечение, нам надо проехать. Потому что круговое движение, мы говорим о перекрестке, это не обычный перекресток. Есть у нас и Х-образные, и У-образные перекрестки, и Т-образные перекрестки. Это все понятно. А вот круговой, почему? Потому что может быть на круговом движении въезд один и два выезда, ну, если мы въезжаем. Это всего три. А бывает, как вы говорите, 16 полос. Там бывает и 8 выездов. Так вот, соответственно, прежде чем въехать, нам нужно руководство правилом движения, и въехать спокойно на своей полосе. А вот на круге мы уже должны с вами перестроиться перед тем въездом, на который мы выезжаем, принимая крайнее положение. Потому что если мы развернем круг, с вами все великолепно знаем, это прямая. На прямой, давайте мы, как говорили, 8 полос. Соответственно, все движемся в прямом направлении, не мешая друг другу. Нет контактов. А вот когда вы начинаете по прямой дороге, хотите перестроиться вправо, вы же должны что по правилам? Принять крайнее правое положение заблаговременно. Соответственно, на круге мы должны заранее, то есть не заранее, а постепенно принимать то правое положение, и уже не мешая никому, не с 8 полосы вот так уходить вправо, а уже выйти вправо. Даже написано, что не крайнее правое положение, а максимально вправо. Максимально, потому что одно может быть и занято, совершенно верно. Вот, я чему говорю, что въезд, допустим, 3 полосы, первый выезд 2, второй 2, третий 1 полоса, а четвертый, то есть возвращение обратно по этому же кругу, опять 3 полосы. То есть водитель, в принципе, если он занял третью полосу, он либо крайнее правое принимает, чтобы выехать, либо все-таки с этой третьей полосы, включив поворотку направо, перестраиваясь по кругу, выходит на не первую полосу, а на вторую. Нет, нет, он крайнюю, ну то есть у него крайнее может быть, если занято крайнее на выезд правой, он же со второй, это крайнее будет для него. Он выезжает по правилам. Это уже будет средняя полоса. Ну она средняя будет, если мы говорим о трех полосах. Вы же говорите, и 8, 16 полос. Вот представьте, бывает и 8 будет тогда крайней ситуации. Вердикт, подвергнуть вот той процедуре все. То есть получается по логике они правы будут все. То есть со внутренних всех полос. Ты же трактуешь как максимально предвиженно выезжать. Здесь интенсивность, учитывается, то есть должна интенсивность движения. Если вообще на перекрестке нет машин, правильно, нужно занять крайнее положение, спокойно повернуть, никто ничего не скажет. Ну есть логика. Есть логика, хорошо. По кругу закрыли. Вот отметили, что одна из трех нововведений, в деле, в котором регулируется ГИБДД, новые правила, унификация, вернее, правил движения по круговому движению у нас вычеркивается. Следующее. Максим был очень обрадован, в кавычках, той процедурой, которой предстоит при встрече с тем отделом, которым служит Маргарета Бранкевич. Новые правила переэкзаменовки. То есть у меня истекает, допустим, 10-летний срок действия водительского удостоверения. Я иду, обращаясь в органы ГИБДД и получаю хо-хо-хо. Что? По истечению 10 лет? Ну, переэкзаменовка. Нету переэкзаменовки у тебя после 10 лет? Точно нету? Нет, после, по истечению, ну, в действии, в действии водительского удостоверения, там нету переэкзаменовки. С 14 октября, вот текущего года, вступил в силу приказ новой 707-й, внесены изменения в проведении экзаменов, ну, практического. Вообще как таковых, да? Да, на площадке. То есть, перворазников? Перворазников. То есть, первично, которые получают после прохождения обучения в учебных организациях. К примеру, допустим, экзамен считается неизданным, когда кандидат в водители допускает, ну, избивает вот эти вот разметочные конуса 3 и более раза, да? Либо пересекает линии, которые обозначены желтым или белым цветом на площадке, на закрытой площадке. Категории А изменения тоже внесли, так, когда кандидат в водители, ну, касается ногой площадки, да, поверхности площадки 3 и более раза, либо допускает опрокидывание транспортного средства. Это что касается мотоциклистов, да? Это что касается мотоциклистов. Во всех остальных категориях ничего нового нет? Ну, таких огромных, ну, изменений нет. Глобально точно ничего не изменилось. Вот и верь после этого ватсапа, Андрей, потому что, скажем так, все интернет-ресурсы, они кишат тем, что запугивают, вот у вас 10 лет прошло, вы идете в следующем году пересдавать права, ну, не пересдавать, переполучать, да, получать, переоформлять, и у вас застигнет сюрприз в виде того, что у вас заново заставят чуть ли не весь теоретический курс. Ну, Дмитрий, ты можешь попасться в нетерезном состоянии, и тогда ты подвергнешься процедуре повторной издачи. Это в любом случае, да. Это повторная издача теоретического экзамена. Вот как сейчас помню, как на горке, скажем так, инспектора чуть ли не с линейкой замеряли то расстояние, на котором, ну, скажем, издержки были с той и с этой стороны, да, то есть были, скажем так, курсанты, которые не очень тщательно подходили к подготовке к экзаменам, и были инспектора, которые особо тщательно, скажем так, приценивались к тем параметрам, по которым они оценивали сдачу экзамена. У вас есть вопросы по данной части нашего обсуждения? Нет, это вопрос требует вообще глобального обсуждения. Хотя бы часть глобального обсуждения. Нет, это очень длительный вопрос. Когда ты сказал, что я был напуган, ты немножко не прав был, я в другом, мы потом пройдем дальше, видимо, по, в чем мне, что мне было, как бы не очень понятно в этих нововведениях. А насчет вот как раз этого вопроса, я так понял, что обсуждается вопрос о том, чтобы профессиональные водители по истечению срока действия прав потом пересдавали определенные экзамены. Вот этот вопрос, я так понимаю, обсуждается, но он еще не принят. То есть водитель автобуса, например, он, если будет пересдавать, то есть у него закончатся права, он должен будет пересдать какие-то правила дорожного движения еще раз, подтвердив свою категорию. Ну это логично, прямо логично. Это и бензовозы, и автобусы. Насколько я знаю, это пока еще в обсуждении, я не знаю, как на самом деле. Вас пока не коснулось. Вообще, много лет назад мы проводили автофорум Сергей Николаевич Сухарев тогда, и автошкола проводила соревнования среди водителей автобусов по правилам дорожного движения и по фигурному вождению. Участвовало там порядка 30 водителей автобусов, из них всего лишь один водитель автобуса из 30 сдал бы экзамены в ГИБДД. То есть у него было 18 ошибок на тот момент. Все остальные 10, 15 и так далее ошибок допускают в билетах типовых. Это по теоретической части. Да, это по теоретической части. Вообще, это хорошая, наверное, идея выступить с общественной инициативой. Самое главное, чтобы сами водители автобусов поддержали это начинание и выставили, скажем так, своего конкурсного игрока, который бы принял участие в городском, скажем так. Какой маршрут грамотнее всех ездит, да? Я думаю, что никакой. Это мнение пессимиста, скажем так. Прямо пессимистическое. Прямо пессимистическое. Я просто имел опыт, я знаю, о чем говорю вообще. Ну, с другой стороны, в Окс-Популе глаз людской, и видя, как носятся водители автобуса, общественного транспорта, да, вообще в данном направлении по контролю за вождением общественного транспорта какие меры принимаются, немножко, раз есть возможность. Ну, конечно, Дорожно-патрульная служба в этом направлении работает. Есть, будем так говорить, направления конкретные. Мы вот особо были и граждане наши постоянно жаловались, те, которые пользуются общественным транспортом, о том, что водители отвлекаются, разговаривают по телефону, да. В этом направлении работу усилили, будем так говорить. Ну, в принципе, ее и вели всегда, да. Здесь конкретно, если действительно есть факты, сейчас пассажиры очень хорошо реагируют, сразу же сообщают на видеобращений, фото, видеообращения делают даже. Звонки поступают к нам. Вообще общественно сейчас в этом направлении, Министерство внутренних дел вообще в этом направлении работу ведет в целом вообще. Поэтому чувствуется, вот особенно у нас в ГАИ это чувствуется. То есть здесь общество, как бы, я вот в целом тоже задену этот вопрос, да, как бы, хорошая, между прочим, тема. Общество здорово стало реагировать, и это радует. Понимаете, мы же все время говорим, и все время говорили, одно ГАИ, там, ГИБДД, да, ну, бесполезно, не справится никогда, пока общество не осознает и не будет вести вот эту вот, будем говорить, непримиримую борьбу вот с такими нарушителями. Это касается водителей в нетрезвом состоянии. Мы очень много в дежурной части получаем звонков. Подтверждаются они, не подтверждаются, это уже другой вопрос, да. Но работа в этом направлении, как бы, общая ведется. Звонки начали говорить про телефоны. Значит, люди звонят, сообщают, что там-то, там-то, посмотрите. Сразу же реагируем. Ну, по возможности, конечно, желательно бы это зафиксировать все, да. Потому что сложно, когда водитель разговаривает там. Ну, и то у нас есть такие моменты. Значит, нарушения, различные нарушения правил дорожного движения. Очень много к нам приходит фото документов. Мы рассматриваем достаточное количество вот таких обращений. И это, с одной стороны, это говорит о чем? О том, что люди понимают и начали, как говорится, в этом направлении тоже сообща с нами работать. И это радует. Ну, я на самом деле только за подобные механизмы. Тем более, что по новым, опять же, изменениям в регламенте работы госавтоинспекции появился механизм присовокупления, скажем так, фото-видеоматериалов в качестве сделанных другими участниками дорожного движения, в качестве вещественных доказательств того или иного правонарушения, которое уже определяется и по административной, и может даже в некоторых статьях по уголовной статье делаться. Хорошо. И третью, наиболее спорную часть мы хотели бы перенести все-таки на второй блок. Вот уже говорят, реклама неминуема. И хотелось бы подытожить итоги первой части, поскольку я думал, у представителей тех организаций, которые отвечают за подготовку водителей, будут как раз по изменениям в той части, которую нам осветила Маргарита Баранкевич. Ну, раз уж с кругом у нас все хорошо, у нас нет никаких переэкзаменовок, скажем так, для обычных водителей, это все WhatsApp-страшилки, но в деле того, что профессиональные водители, которые отвечают либо за особо опасные грузы, либо за перевозку в общественном транспорте, они должны будут проходить переаттестацию, пересдачу экзаменов при, допустим, продлении водительского удостоверения на следующий срок. Все это замечательно. И у нас в качестве затравки на следующий блок у нас появляется информация. Появляется в 20 октября, по-моему, датируется, появляется, вернее, вступает в силу новый приказ, внутренний приказ Министерства внутренних дел, который предписывает офицерам полиции в той или иной мере реагировать на то, что обычные граждане фиксируют их действия. И вот этот вопрос, который вызовет максимальный интерес, мы вернемся сразу после рекламной паузы, которая прямо сейчас на канале НВК. И более прошаренные автолюбители сейчас дадут понять, о каких пунктах какого приказа идет речь. Но суть от этого не меняется. В интернете поднимается жуткий хайп по поводу того, что сотрудники ГИБДД теперь могут не разрешать снимать свои действия на, скажем так, на приборы видеофотофиксации. Видение автолюбителей. Давайте сначала видение автолюбителей на эту позицию, потом видение самих сотрудников. Макс, наше видение какое? По фотофиксации, наверное, Андрей скажет по закону об информации, правильно? На самом деле я вообще считаю, что регламент новый ничего особенного не изменил. То есть он не изменил закон о полиции, не изменил закон об информации. Все так же и осталось. Там небольшие изменения. Ну, собственно, и не мог его изменить, потому что он рангом ниже. Все то же самое и осталось. Я вообще не вижу проблем в нем. Просто шумовое какое-то обеспечение вокруг него идет. Да, я хотел бы тоже обратить внимание, что очень много сейчас роликов в Ютубе появилось. Причем ребята тоже какие-то, то ли водители, то ли, я не знаю, откуда они взялись. Мне показалось, что они не совсем подкованные. Просто хотят на этом деле какой-то пиар. Они либералы. Блогеры там. Да, сенсацию какую-то преподнести. Вот этот вопрос возникает. И меня у самого уже, почему сейчас мы не можем снимать. Но если эта норма выпала из 664 приказа, то она никуда не делась ни с Конституцией Российской Федерации, ни о законе об информации. Я так понимаю, Макс, как известный блогер, просто в печали, что ему запретят снимать. Нет, я-то не в печали. Я как раз думаю, что я буду прав в любом случае. Если я не мешаю, и нет каких-то определенных спецопераций, где я действительно могу навредить своей съемкой, то я ее могу сделать. Такие? В 64 приказе. То есть ты с той логикой, что едешь ты себе, никто тебя не останавливает, ты смотришь, что стоит куча полицейских машин, ты выскакиваешь, начинаешь фиксировать. Они вправе сказать. Если ты им мешаешь, это и было, и до этого тоже можно было запретить на основании того, что проводятся какие-то спецоперации. Это ты мешаешь людям действительно снимать, во-первых, ходишь... Секретная информация. Да, а потом уже информация секретная. Но когда ты двигаешься, тебя остановили, ты направил видеорегистратор, разговариваешь с инспектором, защищая свои права и как бы... Интересы, да. Да, и интересы, то я думаю, что здесь инспектор просто не вправе запретить. Да, он этого и не должен как бы и делать. Он тоже должен быть в курсе. Сто пудов того, что опять же информация, скажем так, вот этими либеральными блогерами слегка приукрашенная, да. Есть вторая часть, которая, как ты сказал, при остановке инспектором ты обязан выйти и... Здесь, значит, было так. Было 10, по-моему, пунктов, по которым инспектор может предложить выйти. В том числе быть свидетелем, в том числе, если он считает, что ты угрожаешь жизни и здоровью инспектора. Ну, то есть там неадекватное поведение, да, свидетельствование, да, или для отстранения, когда ты пьяный, отстранить тебя от управления транспортным средством. Плюс еще быть понятым, плюс еще оказать помощь и так далее. Сейчас добавился такой пункт, чтобы выйти и пройти в пункт... Выписывание протокола. Да, выписывание протокола. То есть это будет социальный пост или это автомобиль инспектора. Вот. И там надо предложить выйти. Потом, значит, я смотрю, административный кодекс, здесь есть наказание за то, что не... Как это говорится? Неисполнение законных требований. Да, незаконных требований. То есть предложить выйти и неисполнение законных требований. Ну, как бы требование, это требование или это просьба? Как вот это понимать? Вот очень интересный нюанс. То есть мне скажут, я вам предлагаю выйти. Ну, я скажу, извините, но я вот откажусь от вашего предложения. Я думаю, грамотный сотрудник обоснует просьбу выйти. В этом право, если мы не выйдем. Вот если я понятым не хочу быть, я же могу отказаться. У меня не предусмотрено никаких административных. Если мне я буду свидетелем, я скажу, что я не буду давать показания. Здесь уже есть административный регламент. Вот в этом плане я могу отказаться выйти и патрульную машину, или я все-таки должен пройти. И что мне грозит? Вопрос прозвучал максимально корректно. Корректно и длинно. Да, корректно и длинно, да. Ну, извините, смысл, да, такой же и ответ. Значит, ну, во-первых, что хотелось бы сказать. Административный регламент, он, этот приказ, вот, 664 утверждает административный регламент. Мы, о чем мы опять-таки говорим? Мы говорим о том, что это регламент для сотрудника госавтоинспекции. Он не для водителей. Мы это понимаем, да. Это все великолепно понятно. Я в большей степени, будем так говорить, да, согласен с ребятами о том, что они говорят. Что действительно он особо, особо, давайте так мы с вами поговорим, ничего такого не изменил. Он не настроил, я говорю, что так прямо сотрудник ГАИ против водителей или водителей. То, что там кто-то хочет и заработать, как вы говорите, я, вот, это мое мнение, что либеральные там блогеры, это просто получить, как они, лайки, да, там, все больше, больше, да. И на этом начинают уже, просто мы тоже интересуемся, смотрим интернет все-таки, да. Так вы работаете по интернету, получается, да. Значит, смотрим эти же ролики, где там разводы эти все. Но смысл в чем? Я просто обратил на то внимание, что раньше, если снимали, то снимали камерой и начинался там с одной или с другой стороны развод, да, как принято говорить. Сейчас же, посмотрите, натурально начинает что делать? Снимают одной камерой, вторая стоит на запасе, да, и еще держит. Тут же ему инспектор говорит, я вам запрещаю снимать, он эту камеру ложит на кресло рядышком, на сидение. Все, вроде бы не снимает, а другая камера снимает. Это чистой воды провокации, я так понимаю. Ну, это действительно, как вы сказали, это кто-то хочет просто на этом попиариться, да, заработать вот эти лайки или там денежные, я не знаю. Или показать что-то еще особо, что такие они одаренные. Но здесь, заметьте, что таких вот именно инцидентов уже конкретных, которые действительно возникают, уже в интернете меньше. Заметили, да? Только именно какие-то провокационные такие ролики. Это первое. Во-вторых, административный регламент, я еще раз говорю, он существует для сотрудников ГАИ. Да, введены некоторые изменения, да, которые вы сказали несущественные. Прямо несущественные. Я с вами согласен. Как и было раньше, так и раньше оно осталось. Единственное, что для сотрудников ГАИ, в частности ДПС, да, которые непосредственно, непосредственно всегда находятся на дороге, да, вменили еще одну, как бы, будем говорить, норму. Это остановка в любом месте для проверки документов. Ну, раньше же тоже так и было. Потом это же все вводили вроде бы в каких-то таких, со своими, будем говорить, видями нового там, да, законодателей там. Не надо там останавливать, только на постах, да. Здесь ситуация, жизнь движется, ситуация меняется, да, сами все знаем. Сколько по Якутии раньше, вот вы ездили наверняка, да, сколько было постов ДПС? Четыре поста, да, до Покровска. Ну, так сейчас, а сколько осталось вообще в Якутии постов? Раньше их было, я к сведению, это не секрет, 21 пост был. Это мало было, да, по идее-то. Но сейчас их всего два. Нет, тут я с вами согласен насчет остановки. Поэтому останавливать, все водители знают, что там пост, который останавливают, здесь они спокойно ездят, и попробуй их остановить без документов, без ничего. Да, я хочу, чтобы меня не поймали, я буду ездить аккуратненько, все, да, там, не нарушать стараться. Но есть и другой аспект, мы смотрим тоже, что все-таки мир меняется, да, вы заметили, да, я не хочу там усугублять, там, какие-то пугать уже, страхи наводить. Но действительно, иной раз проверку документов нужно проводить. Борьба с преступностью. Одно из приоритетных направлений Министерства внутренних дел, это борьба с преступностью. Госавтоинспекция, это структура МВД, понимаете, это подразделение, которое, такие же полицейские, и у нас, в частности, у дорожно-патрульной службы, те же обязанности, что и у любого сотрудника полиции, предотвратить преступления, профилактику проводить. То есть оперативно выехать на те же, госавтоинспекция сейчас выезжает на все преступления, даже бытовые. Этого же по телевизору не показывают. Все почему-то говорят о том, что ГАИ только вот на дороге стоит, палочкой машет. И вот все, буквально, будем так говорить, автолюбители, которые, зная и встречаясь с госавтоинспекцией, говорят, что вот меня остановили до проверки, начинают, что-то у меня это, этого нет. Но другую сторону медали-то они не видят, понимаете. Но не из прихоти же он останавливается. Конечно, с другой стороны, это не из прихоти, потому что мы великолепно знаем, опять-таки, по новому регламенту говорят, вот останавливать, то есть транспортное средство можно ставить теперь в любом месте, да, патрульное. Но это же тоже не из-за прихоти, это тоже смотреть надо ландшафты, смотреть надо города, все расположение. Где поставить? Только в пустыне Сахара можно поставить транспортное средство, которое видно далеко и с маячками мигает, правильно? В темноте. А здесь ситуация, мы же тоже работаем по аварийности. Есть места, где аварийность... Вот как раз с этим пунктом вопросов нет. Вот были вопросы как раз по поводу... Я иду, я иду, будем так говорить, как вопросы, я так по... Конечно, самое главное не услышим. По цепочке я так иду. Все-таки вот насчет просьбы выйти, предложений выйти, да, и отказать. Просьба, просьба выйти. Предложений. Конечно, сотрудник госавтоинспекции предлагает выйти в определенные случаи. Просто так он никогда не скажет, выйдите из машины. Для чего нужно? Провести какие-то процессуальные действия. В любом порядке. Вы говорите, вы хотите отказаться от... Предложений. В качестве понятного предложения. Ради бога, никто вам это не запрещает. А пройти патрульную машину? Для того, чтобы... Есть, наверное, основание какое-то? Конечно, пройти патрульную машину. Патрульную машину проходит для чего? Для сверки, во-первых, сверки... Составления административного материала. Раньше этой нормы не было. Если нарушения нет, мы можем проверить личность водителя, документы его. Значит, проверить по базам. Мы должны обязаны по всем существующим сейчас... Ну, вы взяли документы в руки у водителя, пошли в машину, проверили, все, все. Самого у водителя остались в покое, скажем так. Ну, знаете... Если он вам предлагает выйти, значит, есть уже основания для того, чтобы проверить именно водителя. Совершенно верно. Есть, наверное, подозрение, что, допустим, водитель... Да. Во-первых, нарушил правила дорожного движения, там, проехал на красный свет или еще что-то там у него, да? Ну, или... Есть, есть... На крае, может быть, состояние алкогольного... В патрульной машине же нет дактилоскопа, да? Или... Ну, да. По базам-то проверяем. Проверяем. Все ездят. И еще есть нюанс такой, немаловажный, между прочим. Он уже, будем так говорить, ну, не назревал, а бывали ситуации такие и есть такие ситуации, когда водители пользуются другими поддельными удостоверениями, понимаете? Есть, которые пользуются удостоверением... Опять-таки, присутствие водителя в машине ГИБДД не обязательно. Документы передал, машина сидит, никуда не двигается, ждет пока проверка. Я понимаю, но здесь же нужно еще и посмотреть, поговорить с человеком. Тоже многое, что значит... Понимаете? Потом разговор был о управлении в нетрезвом состоянии, да? Не всегда определите, вот, допустим, что человек находится в состоянии... Алкогольного или... Признаками, давайте так. Мы не говорим в алкогольном состоянии или там... С признаками алкоголом. А с признаками, да. И общаясь с водителем рядышком, я всегда могу определить. Вы понимаете, о чем я говорю, да? То есть это просто ближайший контакт, да? Конечно, конечно. И тут нюансов очень много здесь. Это не означает, что инспектор просто захотел пообщаться. Да, захотели бы сидеть в машине. Насколько я знаю, согласно вашему этому же регламенту, то есть инспектор должен объяснить права и обязанности. И статью, ноту закона, на основании которого он остановил, или будет выписывать административу правонарушения. Если инспектор подозревает, что водитель пьяный, он может сказать, давайте вдыхнем в трубочку, проверим. Если показания трубочки будут нулевые, но я смотрю, что-то у вас там глаза блестят, поедем на медосвидетельствование. Водитель говорит, хорошо, он обязан подчиниться в этом плане. Но если инспектор говорит, так, у вас что-то тут, вы какой-то вот странный, давайте-ка выйдите, пройдетесь. Ну, собственно говоря, тоже логически можно. Но когда инспектор говорит просто, вот, выйдите из машины, а на каком основании, я же могу это спросить? Ну, хорошо, выйдите из машины, но вот вышли. Вы подозреваете, что я пьяный. Нет, давайте так, вот вам предложил инспектор выйти из машины. Хорошо, вы вышли, что дальше? Что он, дальше что он делает, скажите? Вот этот вопрос я хочу задать инспектору, а дальше что? В смысле тогда выводить из машины? То есть просить выйти или предлагать? Нету, понимаете? Если возникли подозрения какие-то у инспектора, конечно, нужно, он находит любой предлог, чтобы вы вышли и рядышком сели поговорить с вами, проверить. Ну, то есть это просьба или все-таки это уже потребление? Давайте так, есть критерии здесь. Есть просьба, когда инспектор может сомневаться. А есть конкретно, если я вас задержал на красный сигнал светофора, остановил, я же не буду вас просить, я вас потребую выйти и со мной проследовать в патрульную машину для составления материала, так как отдел, будем говорить, полиции находится за 20 километров, ну, грубо говоря, я так образно немножко рисую. Значит, на улице мороз 35 градусов, ручка не пишет, мы с вами все великолепно знаем, да? И с другой стороны, еще раз я говорю, чтобы действительно убедиться или посмотреть, вы присаживаете машину и все, и конкретно оформляете. Это уже требование, потому что это разрешено нашим нормативным документом. Теперь вопрос такой, могу ли я со своей видеокамерой пройти в инспектор машину, заснимать эти процессуальные действия? Спокойно. Если вы один, и это в качестве вас, никаких тут никто никогда ничего не должен вам сказать. А если это съемочное... Если это произошло какое-то, давайте так, конкретизировать, надо тоже здесь все-таки делить, потому что никто, никто, никакой регламент не запрещает гражданину, тоже с вами. Вы же этот же вопрос, вы тут же сами ответ дали. Никто федеральных законов не менял. А полиции, ну, тем более других, в которых сказано о том, что нельзя, будем говорить, снимать на камеру. Везде разрешено. Здесь же регламентом добавили, опять-таки, он же для сотрудников. Теперь там добавили, что сотрудники тоже могут снимать. Понимаете? Вот тут... Даже обязанно. Да, тут не такая. На машину сидите, там уже камера будет. Там уже видеорегистратор снимает. А здесь при общении можно... Даже вот закон разрешает сейчас, что и гражданскому лицу, то есть водителю, то есть инспектору, можно воспользоваться даже носимым телефоном. Понимаете? Вот в чем дело. Это плюс, согласен. Это плюс, конечно. Инспектор, который сам снимает, никогда не будет проводить противоправных действий. Согласитесь? Можно вопрос? Что... Вот есть же такой классический вопрос, что раньше, курица или яйцо, да? Если совершаются какие-то административные действия, например, досмотр или освидетельствование у водителя, проводится освидетельствование сперва и составляется потом протокол, или сначала протокол, потом он заполняется в процессе освидетельствования? Что раньше происходит? Ну, сначала, во-первых, если у инспектора есть достаточные основания полагать, вот эту фразу, да, она испокон веков идет, будем так говорить. Очень скользкая фраза. Очень скользкая, но и тоже, она и вроде бы, и да, но с другой стороны, утверждение очень хорошее. Основания, если есть полагать, во-первых, ну, будем говорить, давайте, про пьянку, да, чтобы всем было понятно. Значит, он твердо уверен уже должен быть. Да, твердо уверен инспектор. Во-первых, он должен сделать что? Отстранение. Ну, это протокольные действия. Он должен отстранить протокол, совершенно верно. Не освидетельствовать ничего, а именно отстранить. Это для зрителей, я говорю, обращаясь вообще к гражданам, к водителям. Почему? Потому что есть те моменты, когда действительно сами должностные лица могут нарушать, понимаете? Саму процедуру. Я понимаю, так что и постоянно нарушают. Поэтому нет, здесь всегда, в первую очередь, это делается протокол отстранения. После этого, когда... У нас буквально минута остается, давайте по сути. Да, вы уже оформляетесь, уже продуваете, потом протокол. Ну, соответственно, так же. Протокол составляется, самый административный, самая последняя очередь. Так же и с досмотром и так далее. Тем более досмотр сейчас можно проводить и составляя, и понятых, и так же без понятых, если четко ведется фото-видеосъемка. К сожалению, у нас для очень наш оживленный дружеский разговор вынужден прекратиться буквально в стадии начинания только. Еще раз говорю, всегда у автолюбителей по отношению к автоинспекторам всегда много вопросов, предложений, на самом деле, которые всегда можно реализовать через механизмы обращения. Это и сайт ГИБДД, это и через государственный портал Республики Саха-Якутия. И в этой части одна из наиболее открытых структур, я бы сказал, государственной автоинспекции, которая первым делает шаг в отношении общественного и народного контроля. Пожалуйста, предлагайте нам конкретные предложения. Мы всегда готовы, рады их исполнить. Я еще раз говорю, мы продолжим наше общение сразу после эфира. А вот та часть, которая осталась, те нововведения, которые вступили в силу в октябре и в ноябре этого месяца, они либо незначительные, либо нас вовсе не касаются. Увидимся на следующей неделе. Субтитры создавал DimaTorzok